Мы смонтировали по факту 7 штор 800 рублей стоит монтаж одной шторы И наш сегодняшний заработок составил 5600 Плюс заказчики самостоятельно купили шторы Если бы они приобрели их через меня Я бы еще получил бы дилерское вознаграждение Оно составляет как правило где-то процентов 30 Общая сумма заказа составила здесь 52 тысячи Привет друзья, меня зовут Лошкарев Андрей Я автор проекта Все по уму настройки Итак, в этом доме помимо установки фильтров Которые вы посмотрели в предыдущем сюжете У нас еще один вид работ Это монтаж штор Кстати, этот вид работ Монтаж штор появился благодаря вам Точнее вашим комментариям критики Критики сюжета Который мы снимали в этом доме в прошлом году Мы снимали обзор этого дома Я показывал что здесь внутри и как обустроено В общем, написали кучу комментариев Кому-то понравился дом, кому-то не понравился В общем, хозяйка дома внимательно все прочитала Кстати, владельцы всех домов, которые мы снимаем Которые участвуют в наших сюжетах Все внимательно читают абсолютно все комментарии Короче, хозяйка этого дома прочитала комментарии И решила изменить интерьер Итак, сегодня мы здесь будем монтировать шторы Я покажу, как мы это делаем Просто это делается или непросто Сами решите, посмотрев сюжет Расскажу, сколько это стоит Расскажу, сколько мы на этом виде работ зарабатываем Шторы, которые здесь сняты Обычные шторы, они меняются на рулонные Почему меняются шторы? Какова причина? Ну, если у вас страшные дешевые шторы И вы когда-то их купили лишь бы закрыть окна А сейчас вы немножко приподнялись И хотите поменять шторы на более дорогие и приличные В этом есть тоже причина Но здесь, в этом доме, причина в другом Обратите внимание, какого цвета в этом доме стены Белого Почему? Потому что хотелось больше пространства Белый цвет увеличивает пространство Ну, а что же шторы? Классические шторы уменьшают пространство Причем очень сильно То есть, есть разные виды штор То есть, разным способом можно закрыть окно Прикрыть окно Так вот, классические шторы Они визуально уменьшают пространство Особенно темные шторы Чем темнее, тем пространство становится меньше Прямо это ощущаете Поэтому в этом доме шторы конфликтуют С задумкой всего остального интерьера Весь остальной интерьер Он направлен на то, чтобы сделать дом Просторным, свободным И по исполнению Здесь много открытого пространства Большие комнаты И по ощущению визуальному То есть, вот покраска стен В белый цвет и так далее В общем, шторы конфликтуют Со стенами И поэтому решили их заменить на рулонные Вот эти синие шторы Мы сегодня будем менять на другие Сейчас мы их снимем И увидим, насколько изменится Ощущение от пространства Этой комнаты Шторы, которые здесь сняты Обычные шторы, они меняются на рулонные Именно такой вид штор не уменьшает пространство Вот так выглядит рулонная штора В упаковке Внутри полностью она идет в собранном виде Так, это у нас инструкция И сама штора То есть, ничего собирать не нужно Она уже собрана Вытащил из пакета Значит, в комплекте идет сама штора Уже полностью с механизмом Собранная Ничего собирать не нужно Инструкция И вот такой крепеж Три детальки Монтаж осуществляется достаточно просто То есть, сама штора Она держится на вот этом крепеже Он прикручивается Вот эта защелка прикручивается К потолку К стене И в нее защелкивается штора И она держится Легка, помоги Давай покажем Вот у нас Вот эта сторона Будет к потолку Либо к стене И В легком движении Она защелкивается Видите? Она прикручена И держится А как открывается? То есть, вы нажимаете И ее высовываете То есть, если она даже к потолку Вот Она прикреплена К потолку Вы Всунули Штору И снизу Вы просто толкаете Вот И она защелкивается На этот механизм Все Он двигается Так что можно ее Отрегулировать Влево-вправо Как вам нужно Вот по окну То есть, отрегулировать Поэтому Относительно ровно Нужно закрепить Вот эти Крепежи Вот А идеально Ровно уже потом Можно штору выставить Значит Монтаж Случается так То есть Количество крепежа Зависит от длины Самой шторы В нашем случае Его три И правила монтажа Следующие 10-15 сантиметров От края По краям Монтируется То есть Два крепежа И Весь оставшийся крепеж Просто равномерно Распределяется По длине В нашем случае Их три Значит мы Два по краям И один И один Мы Просто-напросто В центре Все Если у вас Супер длинная Штора То значит У вас будет Их там четыре Если короткая То у вас Скорее всего Их будет Две Вот все Следующим этапом Чтобы смонтировать Штору Нужно Вот этот крепеж Прикрутить К потолку Или к стене Вот сейчас Мы рассмотрим Наш вариант Как мы Будем крепить В нашем случае Вот такое окно Большое Длинное Под самый потолок И в качестве Материала У нас на потолке Имитатор бруса И на стене Имитатор бруса У нас имеется Имитатор бруса Деревяшка И как следствие Стена получается У нас Не идеально ровная И Крепить Так как предлагается В инструкции На Вот эти крепежи У нас не получится Потому что Ну Вот этот крепеж Предназначен Для того Чтобы мы Крепили К идеально Ровной поверхности Вот К идеально Ровной поверхности Закрепили его Ну вот так Закрепили Вот так Закрепили И прищелкнули А так как у нас Имитатор Имеет Некий изгиб Некий изгиб То Чтобы выровнять Крепеж Шторы Нам нужно Будет применить Сейчас я вам вхожу Уголочки Вот такие уголочки То есть У нас система Будет следующая Мы К стене К не очень ровной стене Прикрепяем уголочек Покажешь Покажем Вот Прикрепили уголочек И Соответственно У нас стена Гуляет Вот в этом Диапазоне И нам нужно Выровнять Давай чуть ниже Вот здесь Показать Вот Мы внизу Крепим Наш Крепежек И регулируем Его Выравниваем Так чтобы Шторы у нас Висели Ровно Вот Поэтому Мы применили Вот такой Еще в нашем Монтаже Будем применять Вот такой Уголочек Вот мы его купили В магазине Он не идет В комплекте Потому что Это у нас Частный случай Вот Уголочек У нас был Длинный Мы его Отрезали Болгаркой Получился Вот такой Элементик На них Собственно Мы и будем Крепить Вот Чтобы Сделать Так же Как и мы Вот Вам понадобится Дополнительно Крепежу В комплекте Вот такой Уголок По месту И Болтик С гайкой Здесь видно То что Лазерным уровнем Посмотрели Что Вот эта Планочка На окне Прибита Ровная Она ровная То есть По ней Будем Ориентироваться Выставляя Горизонт Установки Что В каких В каких местах Нужно крепить Крепеж К стене Как вы Помните Штора У нас Держится В трех Местах По 15 Сантиметров Мы отступили С краев И один В центре Вот Учитывая Это Расположение И расположение Шторы Относительно Окна И нужно Крепить Крепеж Непосредственно К стене Ставим Ставим Фазы Легко Защелкнется Все И Сама Вот эта Шторка Весь Механизм Двигается Поэтому Вы можете Вот Как мы Сейчас Точно Выставить Все Монтаж Рулонной Шторы Закончен А выстави Режим Вот Когда Он Сплошняком И вот Открытый И вот Закрытый Круто В этом Прелесть Этой Системы Дуа Что Она Здесь У нас Получается Две Шторки Видите И Соответственно Мы Когда Их Совмещаем Георгиевич Помоги Совмести Вот То Тогда Она Прозрачная Если Мы Хотим Закрыться То Давай Двигай То Она Закрывается Помещение Стало Визуально Намного Больше Намного Вот Вот В этой Кухне Кухня Гостиной Желтый Цвет Идет К синему Цвету Очень Красиво Мне Нравится В этой Комнате В гостиной Установили Четыре Таких Шторки Как вы Увидели Монтаж Не Очень Сложный Тем Не Менее Если Вы Захотите Чтобы К вам Приехали Монтажники И Смонтировали Вам Такие Шторы Стоит Это Денег Каких В нашем Случае Стоило Это 800 Рублей За Одну Штору Вообще Цены Варьируются Примерно От 800 До 2000 Рублей В зависимости От Компании Но Я думаю Что При наличии Мужских Рук Смонтировать Такую Штору Не Очень Сложно Как Снимать Правильно Размеры Итак У нас Есть Размер Окна Который Нам Нужен Закрыть Проем Оконный Проем Но Штора У нас Больше Чем Оконный Проем Так Вот Насколько Штора Должна Быть Больше Значит Первое У нас Есть Высота Самого Оконного Проема Для Замера Высоты У нас Имеется Вот Эта Коробка Короб В Который Прячется Сама Штора Он Имеет Размеры Семь С половиной Ширину Ну Примерно Восемь И Высоту Тоже Семь Там С копейками Почти Восемь 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 На Восемь У нас Занимает Место Сама Коробка Соответственно Она должна Быть У нас Выше Чем Окно Прям Вот Край Наличника Наверное Вот На таком Уровне Вот Соответственно Мы берем От Проема Самого Окна И она У нас Заканчивается И добавляем Сантиметров Восемь Десять Вот И смотрим Чтобы Мы Смогли Смонтировать Чтобы Нам Потолок Не Мешал В принципе Если Монтировать Так Как Мы Монтировали Здесь Ничего Не Мешает Вот В принципе Можно Прям Притык Потолку Сделать Вот Потому что Крепеж Мы Вот Таким Образом Закрепили Здесь Без проблем Можно Укрутить И Снизу Прищелкнули Поэтому Можно В принципе На Самый Вверх Поэтому Вот Минимальное Расстояние Которое У нас Между Окном И Потолком Это Наверное Вот Сантиметров Восемь Десять По бокам Насколько Шторы Должны Быть Больше Чем Проем Окна Тут Смотрите Такая Зависимость Тут Зависит От того Насколько Шторы Будут У вас Так Сказать Находить На каком Расстоянии От Стены Поэтому Нам Вот Этот Вот Нахлест На окно Он Нужен Исключительно Для того Чтобы При взгляде Как-то Сбоку Мы Не Видели Как бы Дыры На улице Чтобы Они Закрывали У нас Полностью Окно То есть Вот В нашем Случае Это Это Восемь С половиной Сантиметров Потому Что У нас Штора Идет Прям В притык К Стене В каких Ситуациях У вас Штора Может быть Не В притык К стене А Быть На неком Расстоянии Если У вас Вот у нас Здесь Окна В пол Вот У нас Нет Батарей Если У вас Есть Батарея Соответственно Штора Она должна Закрывать Батарею Тоже Она Должна Пройти Мимо Батареи Соответственно Вы К батареи Должны Прибавить Расстояние На котором Находится Батарея Соответственно На таком Расстоянии У вас И будет Находиться Штор Поэтому В этом Случае Я бы Зазор Сделал Нахлест И Сделал Побольше Ну Сантиметров 10 Может быть Даже 15 Вот Соответственно Прибавляем К ширине Вашего Проема Еще Сантиметров По 10 По краям Ну а Снизу Снизу Смотрите До какого Уровня Вам нужно Чтобы Шторы Закрывали Вот В данном Случа У нас Видите Что даже До конца Не доходит Просто Потому Что У нас Окно Слишком Большое Оно У нас 2 метра Почти 2.50 Вот Вот Именно Этот Вид Штор Существуют Следующие Ограничения Они Могут Быть Максимум 2.30 В ширину И 2.50 В высоту Для Других Видов Штор Вот Сегодня Я вам Еще Покажу Монтаж Других Видов Штор Там Ограничений По высоте Нет В общем Для Этих Есть Ограничения У нас Потолок 2.70 Здесь В этом Доме И Соответственно Шторы Практически Здесь Окна Практически В пол От потолка До пола Поэтому Мы Поэтому Здесь Шторы Максимальной Длины 250 И Нам Не хватило Буквально Пару Сантиметров До Самого Низа Итак Как Снять Размер Мы Берем Проем Окна Прибавляем По ширине Нахлеста Сантиметров По 10 Снизу Добавляем Сантиметров Не знаю 5 Чтобы Закрылся Проем Либо Если У вас Батарея И вы Хотите Шторы Ниже До Самого Пола То Смотрите До Какого Уровня Вы Хотите Спустить Штору Наверху Прибавляем Сантиметров 10 В итоге У нас Получается Итоговый Размер Шторы Итак Для Расчета Заходим На сайт Мы Здесь Устанавливали Форум Системы Кстати Стоимость Которую Выдает Сайт Расчет Точный Копейка В копейку По этой Цене Нам и Привезли Как вы Видите Здесь У них Две Системы Есть Два Вида Штор Которые Устанавливаются На окно Которое Закрывает Стекло И Которое Закрывает Полностью Оконный Проем Вот у Нас Такая Интересует Нас Штука Мы Такую Ставили Желаем Выбрать Так Здесь У нас Разные Виды Штор У нас Вот Мы Вот такие Ставили Grand Box Duo Заходим Внутрь Так И Здесь Вот У нас Был Желтый Цвет Нажимаем Рассчитать Стоимость Попадаем Такой Конструктор В него Можно Попасть Сразу Если Нажмете Вот На Эту Кнопку Наверху Она Находится Итак Здесь Можно Поиграться Со Стенами Какой Вид Стен Значит Смотрите Чтобы Посчитать Стоимость Вводим Вот сюда Наши Размеры Сто Шестьдесят Три Ширину И Двести Пятьдесят Высоту Вот Девять Шестьсот Шестьдесят По такой Цене Заказчик И Покупал Шторы Копейка В копейку Все Сегодня Мы Еще Будем Устанавливать В другой Комнате Сейчас Я вам Покажу Другие Другой Вид Штор Называются Они В Форм Вот Сейчас Я вам Покажу Как Их Устанавливать Как Они Выглядят Ну И По Цене Окна У нас Такие Ж Давайте Сразу Рассчитаем Цену Покажу Сколько Она Стоит Значит У нас Размер Окна В Такой же 163 На 250 И Цена Уже 2,700 Не 9,660 А 2,700 То есть От Вида Штор Очень Сильно Зависит Цена Ну И От Размера Тоже Далее Для Заказа Нажимаем Добавить В Корзину Подтверждаем Переходим В Корзину Паром От Себя Напрямую Не Торгует Торгует Через Дилеров Дилеры По всей России Поэтому Выбираем Ближайшего Дилера И Заказываем Шторы У него Итак В рабочем Кабинете Мы будем Устанавливать Шторы В 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 Стан С Неровно Наличник Прикреплен Неровно Значит Мы Один Крепеж Закрепляем Хотя Уже По факту Монтаж Производится Точно Так же Как Предыдущая Система Отличия Только Фиксатор Сразу Прикручиваем К уголкам Крепеж Который Идет В Комплекте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как этот вид штор вертикальный, то здесь, в отличие от предыдущей системы, вот сами шторы, они идут не в рулоне, а идут отдельно. Их нужно размотать и повесить на перекладинах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не только так. Снизу все элементы соединяются пластиковой цепочкой. Смотри, как вставляется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, в итоге получилось вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята будут монтировать соседнее окно. Но, в общем, вот такой вид, такие шторы, они более подходящие к кабинету, нежели обычные классические шторы в цветочек. Итак, друзья, общий вид кухни-гостиной. Про это я расскажу по скриптуме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, владельцам этого дома будет приятно жить в этом интерьере. Ну, а мне приятно было сегодня работать. Ведь мы смонтировали по факту 7 штор. 800 рублей стоит монтаж одной шторы. И наш сегодняшний заработок составил 5600. Плюс, заказчики самостоятельно купили шторы. Если бы они приобрели их через меня, я бы еще получил бы дилерское вознаграждение. Оно составляет, как правило, где-то процентов 30. Общая сумма заказа составила здесь 52 тысячи. Ну, а по времени, если бы я не отвлекал рабочих своих от монтажа, то монтаж всех семей штор составил бы не больше, не дольше бы двух часов. Ну, вы все сами видели по факту, что монтаж крайне легкий. В общем, заниматься такими видами услуг крайне выгодно, приятно. Вы находитесь теплее. Просто некоторые строители ноют, что зимой нет работы и так далее. В общем, вводите, если вы занимаетесь стройкой, вводите свой ассортимент, такой вид услуг, занимайтесь, зарабатывайте деньги. И деньги неплохие. Но если вы займетесь монтажом форумовских штор, систем, то знайте, что встречаются подделки и оригинальные шторы, они маркируются голограммой. На голограмме написано название форум. С вами был Ишкарев Андрей и проект «Все по уму на стройке». Обучайтесь на наших курсах строительству и строительному бизнесу. Все подробности на сайте всеpoumu.ru. Ну, а у нас в январе стартует второй поток курса «Свой загородный дом». Программа 8. Это курс для тех, кто боится начать строительство своего дома по причине того, что они не знают или боятся столкнуться с какими-то трудностями. Мы на этом курсе рассказываем о всех шагах, о всех трудностях, которые возможны на пути к своему дому. Поэтому после этого курса у вас не должно остаться никаких страхов, никаких вопросов по поводу стройки. Ссылка на регистрацию на этот курс в описании. Пока, друзья. Будьте умными. Назло всем бракоделам. Хочу показать вам, как была решена задача вот этого пустого места под лестницей. Оно выглядело тоже не очень уютным, требовало как-то его обжить. И вот каким образом обжили вот это пространство под лестницей, поставили туда пианино, коврик и отделили визуально шторы. Это называется веревочные шторы, по-моему. То есть достаточно простая штуковина, крепится... Он просто на саморезы крепится. Вот, выглядит очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова